Кровь за кровь, глаз за глаз, баран на барана. Рамзан Кадыров анонсировал большое кровавое побоище. Дележка в Вайлборис продолжается, и Путину места мало. Как кавказские кланы вместо 90-х возвращают средневековье? Зачем появляется Познер? В кремлевский телевизор вдохнут новую жизнь? Я Наталья Власова. Подписывайтесь на наши соцсети, и скучать вы будете точно не сегодня. Академик Кадыров разбушевался. В стране, где якобы благодаря Путину победили бандитские 90-е, окончательно воцарило средневековье. Глава Чечни пригрозил кровной местью членам Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Резвану Курбанову и Бекхану Барахоеву, а также сенатору от Дагестана Сулейману Керимову. Якобы те заказали его убийство, и если не докажут обратное, то их ждет страшная кара. И все это из-за разборок вокруг маркетплейса Валборис. Там, напомню, 18 сентября произошло так называемое совещание между владельцами компании, экс-супругами Бакальчуками. Правда, все было не в стандартном формате, а в виде перестрелки между Дагестаной, Ингушской и Чеченской группировками. Двое выходцев были из Ингушетии, они были убиты, а еще трое ранены. Формально Кадыров, который оказывал поддержку Владиславу Бакальчуку, потерпел поражение в борьбе за актив стоимостью минимум 7 миллиардов долларов. Но Дон оказался упертым или упоротым и решил повысить ставки. Поэтому вспомнил про традиции. Это видео мы показали исключительно в развлекательных целях. Ведь разобрать, что там над андонил Кадыров, весьма сложно. Объясняться на понятном русском языке глава Чечни не особо утруждается. После его выступления перед своими силовиками на России произошли странные события. В 90-е это назвали бы бандитскими разборками. Но поскольку слова Путину 90-е прошли, назовем это воплощением традиций в жизнь и благородными рыцарскими поединками. Совпадение или нет, но жертвами становились высокопоставленные ингуши. В Подмосковье было совершено покушение на бывшего заместителя председателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева. Его пытались расстрелять на веранде собственного дома. Еще в 2007 году Кадыров называл этого чиновника, а нынче помощника депутата Госдумы преступником. Через сутки после стрельбы в Подмосковье громко было и в самой Ингушетии. Там неизвестные напали на автомобиль, где были сотрудники Центра Э. По неподтвержденной информации трое погибли. Находившиеся с ними в салоне замглавы республиканского Центра Э. Адам Хамхоев якобы не пострадал. Он переживает уже не первое покушение. После внезапно начавшихся проблем у представителей Ингушетии подъехали первые извинения от потенциальных жертв Кадырова. Замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Резван Курбанов записал слезливое обращение. Прям мамой клянусь, Рафик ни в чем не виновный. Официально заявляю, что я никогда не участвовал в подготовке, покушении на жизнь уважаемого Кадырова Рабзана Ахматовича и тому свидетель Всевышнего. Я всегда с глубоким уважением относился и отношусь к семье Кадыровых еще со времен, когда очень близко дружил с Ахмат Хажи. Кадыров Рабзан Ахматович, герой России, который также очень много сделал для восстановления Чечни, для мира на Кавказе и сегодня очень много делает для победы на фронте. Я поэтому уверен, что придет время и справедливость восторжествует. И те негодяи, которые сегодня вносят вот эти распри, которые сегодня пытаются оговорить, они понесут заслуженное наказание. По поводу компании Валберис, хочу также официально заявить, что я не имею никакого отношения к этой компании и не имел никогда. И там тоже свидетель Всевышнего. Публично поддержали Керимова глава Дагестана Сергей Меликов и мэр Дербента Ахмед Кулиев. Не скрою, болеть будем за обе команды. Но весь этот рассказ про Абу-бандитов лишь для того, чтобы подчеркнуть показательное молчание Кремля. То, что власть Путина безгранична и монолитна, на мой скромный взгляд, большое преувеличение. Старику Кабаеву все сложнее поддерживать баланс между интересами различных кланов. Как оказалось, аппетиты путинских халуев все растут. Главы субъектов Федерации, организовывающие перестрелки в 300 метрах от Кремля, объявляющие кровную месть и назначающие цены за голову врага, все больше портят картину идеальной, сплоченной вокруг Путина страны. Что-то не так в этом Путина лилипуталэнди. И это даже не телеграм-канал Дмитрия Медведева. Разгул криминала прямо пропорционален количеству уголовников, выпущенных воевать против Украины. И при всей цензуре новости про очередного героя, вспоровшего живот беременной, забившей трубами старуху, съевшего своего соседа, заполоняют информпространство больших и малых городов. Например, из Свежего. В Москве 14-летнюю дочь участника СВО изнасиловал судимый ранее за такие же преступления и отпущенный на СВО Эмма Мали Мерзоев. Ранее его помиловал Путин за участие в ЧВК «Вагнер». Теперь Эмма Мали снова в СИЗО, но снова просится на СВО. Вот такой круговорот СВОшников в природе. Но зато на Первом канале традиционно покажут улицы Лос-Анджелеса с бездомными и наркозависимыми. Глядите, какие ужасы в этих ваших Америках. А еще на первую кнопку страны, ну, бывшую первую. По рейтингам первый сейчас только пятый. Так вот, туда вернут Познера с фильмами о путешествиях. Старый лист борозды не испортит. Ждем теленовел о том, как похорошел Афганистан при Талибане. Володенька Соловьев с этими задачами не справляется. Его фрик-шоу с призывами грабить, убивать и насиловать англосаксов по рейтингам обогнала даже Лера Кудрявцева с программами про аборты Любови Успенской. А вы подпишитесь на наши соцсети. У нас всегда разнообразная информация. От политики и криминала до очередных плясок шамана и поисков похищенных инопланетянами зубов Кати Лель. Скучно будет точно. Не сегодня.